Кажется, начинается... Давай быстрее писаться, оторожу! Ребенка пристроила в сад, договорилась с мебельщиками, купила подселенцу одежды, а удача белья и записалась на маникюр. С удачей, разумеется. Монолису. Им на мое предродовое счастье разрешили работать. Там большое помещение, оно хорошо проветривается, а расстояние между столами позволяет соблюдать все меры безопасности. Как маникюр к родам сделала, тут уже и мужа из больницы выпустили, и жизнь вроде как наладилась. Правда, потом в больницу чуть не угодила я, но к черту подробности от больницы я отбилась. Да и как я могу лечь в больницу и не рассказать вам про новые пособия? Их же специально назначили к этому выпуску, чтобы мне было чем с вами делиться. Итак, ранее президент утвердил карантинную выплату в 5 тысяч рублей с апреля по июнь на детей до 3 лет, семьям которым положен мат-капитал. Об этом я рассказывала во втором выпуске телепередачи. Сейчас же появилась еще одна единовременная карантинная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет. Чтобы получить, есть несколько условий. Возраст ребенка с 3 до 16 лет, 16 может исполниться до 1 июля 2020 года. Выплачивается пособие один раз на каждого ребенка. Родители и дети должны быть гражданами Российской Федерации. Подать заявление можно с 12 мая по 1 октября 2020 года. Заявление принимают на портале Госуслуг и в личном кабинете Пенсионного фонда России. Из документов достаточно только заявления, никакие справки не нужны. Выплаты начнутся уже с 1 июня и главное, что для ее получения не важен уровень дохода семьи и наличие работы. Так что, девочки, выплаты получаем, детей в сад, а сами берем удачу и ведем всех на маникюр. И это не я придумала, это аксиома. Счастлива мама, счастливы дети. Ну и все вокруг. И вообще, если женщину не баловать, она начинает баловаться сама. А удача тоже женщина, мы помним. Так что выводы делайте сами и мужу пригрозите. Я вот все правильно сделала. За это мне и шкаф один уже собрали, и ремонт почти закончился, и порядок навелся, и вещи я детские смогла разобрать. А потом у меня сломалась стиральная машинка. И, видимо, пора нам с удачей бежать колечко покупать. Тем более, что поводов более чем. У меня день рождения, поселенец сейчас родится, уже просто нет выбора. А у меня есть, причем даже не выходя из дома. Просто захожу в аккаунт Instagram цветные камни и выбираю то, что душе угодно. Можно еще и в WhatsApp написать, проконсультироваться. А потом спокойно заказать доставку или забрать свою прелесть в любом удобном пункте самовылоза. Например, в торговом центре Комсомольская площадь. Так что, если и вам удачу задобрить надо, обязательно подписывайтесь на цветные камни в Instagram. Тем более, что вкусу мужа я не очень доверяю. Хочется ведь, чтобы подарок на рождение сына радовал именно меня. Ну и тем более, пока смотрела, еще и сережки приглядела. А Юра опять покрепче сжал портмоне. Да кого это волнует, правда? Вроде все вам рассказала, можно теперь и рожать. Жаль только, что карантин не сняли и партнерские роды пока запрещены. Взяла бы я с собой мужа, он бы мне там и поясницу помассировал, и водичку подал. И много нового, наверное, бы я про себя узнал. Кстати, если вам повезет больше, чем мне, и вы будете рожать после карантина, вот вам немного полезной информации. Партнерские роды есть в первом и втором городских роддомах. В первом для мужа достаточно флюорографии, сделанной не позднее трех месяцев до родов, и смены одежды, штаны и моющиеся тапочки. Во второй роддом, согласно их сайту, необходимо принести еще и обследование на сифилис, ВИЧ и гепатит. Серьезный подход. Анализом также не должно быть более трех месяцев. В Елизово данная функция недоступна. Там до сих пор царят веяния советского периода. Ногти под корень, ничего своего нельзя, разве что зарядку для телефона и тапочки. И пребывание с ребенком исключительно раздельное. Душ и тот один на два этажа. В первом роддоме душ и туалет предусмотрены на две палаты. Это вполне оптимально, и жесткой необходимости в платной палате нет. Тем более, что стоит она там почти четыре тысячи в сутки. Брать в этот роддом можно и нужно все свое, выдают только ночнушки. Полный список необходимого можно, кстати, посмотреть на их сайте. Пребывание с ребенком там в основном совместное. Однако, три года назад, когда я ходила на школу будущих родителей, и нам проводили экскурсию в этот роддом, рассказывали о возможности выбирать формат пребывания с ребенком. При этом они практически категорично настаивают на совместном пребывании. Есть ли сейчас возможность выбрать раздельное? Узнаю совсем скоро, потому как я живу рядом с этим роддомом. Мне кажется, вполне логичным ехать рожать туда и не запретать велосипед. Во втором роддоме пребывание мамы с малышом раздельное. Но есть и две палаты совместного пребывания. Только вот с 25 мая роддом закрывается в связи с коронавирусной инфекцией, и информации по датам возобновления работы пока у них нет. Отслеживать ее можно у них на сайте. Там же можно посмотреть и список вещей, которые необходимо взять с собой. Ну все, теперь я точно рожать. Придется мне и в этот раз любить материнство без мужа. Зато вы полюбите его вместе со мной. Все подробности будут, как водится, в моем блоге Instagram. С вами была Вероника Юрьева и передача «Она же мать». Если этот выпуск вам понравился, ставьте лайк. Ну и делитесь в комментариях, где рожали, какие врачи были, какие впечатления остались. Пишите. Я буду ждать. В красоте манящей, в золоте блестящем. Преподносите чувства и дарите счастье. Ювелирный магазин «Цветные камни». Подарки для самых любимых.